итак доброе утро всем доброе утро дорогие друзья и мы продолжаем изучать притчи притчи царя соломона тору продолжаем изучать как обычно все дни кроме субботы с воскресенья по пятницу в 10 утра с 10 до 10 20 значит мы изучаем 20 минут притчи царя соломона мишлей то что называется на иврите и мы сейчас начинаем 30 главу осталось еще нам с божьей помощью пройти две главы и мы закончим тогда изучение всего цикла книги притчи царя соломона мишлей значит кому интересно старые уроки их можно найти на воикра портал воикра воикра точка ком в это сайт воикра точка ком и там прямо найти как пинусевич уроки книга мишли на иврите мишли это машалим притчи и есть еще к элит экклезиаст значит сегодня у нас сегодня у нас 30 глава и первый отрывок 30 главы он вызывает много споров у мудрецов представляете 3000 лет передавалась это это книга передавалась она это знание передавалось из поколения в поколение 3000 лет назад жил царь сам он построил 1 1 иерусалимский храм и он говорит 30 главе говорит он так диврей агур бен я кэ а масса ну маговер лети ель лети ель в ухар это чистый код то есть если дословно перевести это это предложение этот отрывок то будет перевод такой слова агура сына я кэ значит слова агура агур такое имя агур очень странное имя кстати интересно меня когда-то до того как я стал искать меня звали игорь игорь на иврите пишется агур тоже до теми же буквами игорь у меня вот прям агур бен я кэ но само это слово она обозначает собирающий а сын я кэ я кэ это изрыгающий очень странное имя да слова собирающего сына изрыгающего если дословно перевести амаса тяжесть ноша такой знаете заголовок заголовок фильма слова собирающего сына изрыгающего ноша дальше идет текст не ум агэвер сказал человек муж гэвер это такой прямо ну мужик такой да сказал муж богатырь можно сказать и гэвер еще да переводят сказал такой здоровый мужик лейти эль лейти эль кому-то по имени и те эль но слово и те эль как имя оно переводится тоже и те это со мной бог со мной бог значит давайте еще раз вернемся к началу сказал собирающий сын изрыгающего ноша сказал он сказал человек гэвер и те элю человеку по имени и те эль со мной бог лейти эль еще раз со мной бог в ухаль ухаль это тоже имя но имя ухаль можно тоже перевести как слово я смогу в будущем времени значит одни мудрецы говорят ну смотрите это очень все понятно какой-то человек это не царь соломон по имени агур бениаке то есть это имя другого человека не царя соломона он ска разъяснял разъяснял вот этому и те элю и те элю и ухалю было еще три человека три мудреца и он им разъяснял то что будет сказано дальше но на это возникает вопрос а почему в мишле в притчах должен быть какой-то другой человек по имени агур бениаке и другие комментаторы они говорят нет они говорят агур бениаке это одно из имен царя шлома ведь шлома да соломон само имя шлома шалом да его звали по-настоящему его звали шалом шлома она переводится как совершенство и как мир шалом это мир и шалом это совершенство теперь это было одно из имен царя соломона у него было еще имя коэлит коэлит это экклезиас начинается книга сказал коэлит коэлит само слово переводится собирающий он собирал народ и он и он рассказывал о божественной мудрости вот так он делал возле в иерусалимском храме были постоянные лекции от царя соломона знаете объявляли кто хочет послушать мудрость царя соломона не выложи инстаграма приходите пожалуйста в в такое-то время шалом это приветствие когда человек другому говорит шалом то он ему говорит мир тебе и он ему шалом это одно из имен всевышнего шалом это совершенство только всевышний в этом мире совершенен все остальное несовершенно все остальное имеет недостаток и когда мы говорим человеку шалом Чтобы был у тебя мир в душе и вокруг тебя И чтобы у тебя было совершенство Чтобы у тебя не было недостатка ни в чем Понятно, да? Все Теперь, значит, говорит нам вторый мудрец Это не буду говорить, неважно Значит, говорят они так, что слова Агура, собирающего, сына изрыгающего Это имя царя Соломона Которое обозначает одно из его состояний Интересно, что я когда-то интересовался восточными разными течениями И в Индии мудрецы, вот был такой Оша, да? Оша это уже было его пятое имя примерно То есть каждый раз, когда менялся какой-то духовный уровень человека То в Индии было принято брать какое-то новое имя Которое показывает его сегодняшний уровень, да? Где он сегодня? И Оша это было его уже последнее имя А до этого он много раз менял имя Так теперь, да, вот Салам это тот же шалом, только шеи и эц многие меняют Теперь получается, что слова Агура, собирающего, сына изрыгающего Это показывает состояние царя Соломона Состояние царя Соломона в тот момент, когда он писал вот эту вот главу Мишли, 30 глава притчи Он находился в состоянии, когда он собрал уже очень много мудрости И в этот момент, что говорят мудрецы, от него ушло, от него ушло пророчество То есть это очень-очень интересная такая идея, что пророчество Это некое состояние, когда человек выходит за границы своего мышления То есть мыслительный аппарат человека, он находится в его интеллекте, в его мозге И он воспринимает мир через сигналы материального мира, которые можно воспринимать Которые можно ощущать, видеть, слышать То есть это тот мир, в котором мы живем Мы живем только в том мире, который можно воспринять пятью органами чувств Пророчество – это выход за грани вот этого мира, воспринимаемого органами чувств В духовный мир То есть есть духовный мир, который, он отличается от мира материального Вот как он отличается? Мне, например, очень просто понять Ведь когда мы смотрим, например, телевизор Или разговариваем по телефону Вот сейчас мы общаемся Я-то не соединен с аппаратом И аппарат не соединен ни с чем, смартфон Но идет то, что я говорю, передается в какой-то другой тип сигналов Которые я не могу почувствовать Не может человек, почувствуя там вот эти вот FM-волны, например Не может человек почувствовать и понять сигнал, который по Wi-Fi проходит Ну не может То есть есть смартфон, есть Wi-Fi Дальше этот сигнал проходит по воздуху Как он проходит? У меня просто, ну загадка для меня, как он проходит И он другой, мы его своими органами чувств не воспринимаем Точно так же духовный мир Он вообще не воспринимается органами чувств человека Но он является управляющим Как, вот вы сейчас видите эту картинку, да? То есть эта картинка, которую вы видите Ее создал сигнал по Wi-Fi, который прошел То есть он какой-то кодированный Какие-то ноли-ти единички там Я вообще не понимаю, как он проходит этот сигнал по воздуху Но он проходит И сейчас во всем мире сидят люди И у них воспроизводится картинка и звук Которая прошла до этого по воздуху Так что является первичным? Первичным является то, что прошло по воздуху То есть то, что прошло по воздуху То, что не имеет никакой формы и структуры Оно создает картинку и звук Понятные, там, этика Абузукашвили Смотрит, наверное, где-то в Грузии, например И к нему дошел сигнал Который до этого прошел по воздуху В виде ноликов-единичек И потом он у него в телефоне раскрылся в картинку Ицкака Понятно, да? Теперь духовный мир Он работает примерно так же Только там нет даже ноликов-единичек И получается, что пророк Он выходит в этот духовный мир У него есть, как у пророка, есть такой Wi-Fi И он в этом духовном мире Он воспринимает те сигналы Которые работают только в духовном мире И потом пророк, возвращаясь в обычное рациональное мышление Выражает словами и образами То, что он принял в духовном мире Это так работает пророчество Теперь царь Соломон Царь Соломон Он в... Когда он собрал слишком много мудрости Бывают эти люди, они шибко умные называются Знаете? Они такие умные Что они перестают воспринимать вообще информацию Знаете, как есть известная притча о том Что, когда пришли к одному мудрецу Ученики учиться И он, говорят, научи нас, учитель Научи нас, учитель Этот учитель, он им говорит Хорошо, я вас научу Согласился он Они прям очень просили Он им долго Долго он им отказывал Для того, чтобы понять Действительно ли им это надо И хотят ли они научиться А не просто так поболтать В общем, в итоге Эти мужики Эти его ученики Добились Да, мы хотим Он им поверил И он говорит Я вам сейчас даю первый урок Они говорят Какой? Он говорит Давайте чайку попьем Расставил чашки Сделал чай И наливает он чай Из чайника в чашки Наливает чай И он наливает чашки полные уже А он продолжает лить Он продолжает лить И, значит, ученики смотрят Уже чай льется сверху чашек Они говорят Учитель, вы Чуть что-то не то происходит Он говорит Нет, это первый урок Первый урок В чем он заключается В полную чашку Ничего не влазит Ты не можешь обучать того Кто думает, что он знает Ты не можешь обучить того Кто сам учит Да, то есть, например Зачем Мариане Мирно слушать урок Если она и так знает все Образно, я говорю, да То есть, состояние В котором человек учится Это Есть в Пертеевод В Пертеевод Есть такая мишна Что Сделай дом свой Домом собрания для мудрецов Вы авы метабек бафар араглеем И пылись в прахе их ног Зачем в прахе их ног пылиться-то И пей с жадностью С жаждой пей их слова То есть, получается, что человек может учиться Только если он открыт для учебы Если у него состояние ученика Я не знаю Я хочу узнать И только если он скромный Да, это пылись в прахе их ног И только если у него есть жажда учиться Это, кстати, интересно Что все, кто хотят что-то изучать Не важно что Тору Медитацию Английский Не важно Первое, что должно быть Это страстное желание это изучить Только если у вас внутри есть Доктор Крупатов Называет это доминанта То есть, если выучить это для вас Первостепенно И важно И у вас есть дикая мотивация Мозг в этот момент Начинает воспринимать информацию Если это для вас между делом То вам, конечно, ничего не зайдет Понятно, да, идея? Значит, так говорят эти комментаторы На первый отрывок из 30 главы Слова Агура Бенеке Что в этот момент жизни Когда царь Соломон писал Именно 30 главу притчи Он был в состоянии Когда он много собрал мудрости Что у него его мудрость Он был самым мудрый из людей Он знал все И в этот момент от него ушло пророчество В этот момент он стал настолько тяжелый В своем знании Что его знания, да, идеи Они ему не давали выйти Вот в то пространство духовное В которое заходили пророки Теперь и объяснял он С этой точки зрения Это же код Объяснял он тогда И это было для него тяжестью То есть знание его Это было для него тяжестью Как в Экклезиасте он сказал Что умножающие знания умножают скорбь Так вот это знание Стало для него масса Это ноша И тогда он говорил Итиэлю, Итиэлю, Вэухаль Он говорил вот этому не Итиэлю Он говорит Со мной Бог, со мной Бог И я смогу То есть это у него было Было у него такой подход В этот период жизни Подход к жизни Когда он сказал Я уже настолько знаю Тору Настолько знаю все, что Бог хочет Настолько мои знания уже Они Как бы окончательные Что я Что я Он говорит Я смогу Я смогу пройти Через любые Любые сложности И не согрешу В итоге Что получилось Вы знаете В итоге он согрешил Он нарушил Он говорит Да, Бог сказал Не имей много жен Но я же знаю Почему он это сказал Я знаю Как женщина устроена Я все знаю И он взял себе 700 жен Он Бог сказал Не умножай себе Богатство царю Он говорит Но я же знаю Почему он сказал Потому что Богатство Оно человека Ну Начинает влиять на него Очень сильно Неправильно И что Я смогу Я справлюсь В итоге Он не справился Дальше Второй отрывок Второй отрывок Первой Тридцатой главы Понятно Да, с этим мы закончили То есть С этой точки зрения Царь Соломон В момент Когда он слишком Переполнился знанием Он стал Он перестал Выходить в духовный мир Он перестал быть пророком С этой точки зрения Объяснение С другой точки зрения Что это просто Агур Бен Яке Это человек Объяснял Итиэлю Итиэлю Иухалю Троим другим мужикам Слова царя Соломона Хорошо Второй отрывок Кибар Анухи Меиш Вело Бената Дамли Значит Второй отрывок Вообще Переводится так Дословно Если Кибар Анухи Меиш Что невежда Я Между Людьми Вело Бената Дамли Нету У меня Разума Человеческого Вот это Интересный Тогда Подход То есть Если в первом Отрывке Он сказал Что от меня Ушло Пророчество Почему он Во втором Отрывке Он говорит Такую вещь Кибар Анухи Меиш Вело Бената Дамли Почему он Говорит Невежда Я между Людьми И нету Меня Разума Человеческого Нам это Станет Понятно В третьем И четвертом Отрывке Сейчас я Хочу Несколько Слов Сказать О том Как Тора Как Тора Она Описывает Вообще Мышление Человека Значит Мышление Человека Состоит Из Трех Трех Этажей Как бы Три есть Три есть Функции У интеллекта Человека Первая Функция Называется Называется Она Хохма Божественная Мудрость То есть Каждый Из нас Живет Живет По принципам По каким-то Принципам По каким-то Аксиомам То есть У каждого Человека Абсолютно У каждого Человека Есть Его Его Вот вещи В которых Он уверен На сто Процентов Да Это его Аксиомы По которым Он живет Значит Кати Давайте Приведу Пример аксиомы Мне больше всего Нравится Пример Как объяснить Что такое Хохма Аксиомы Например Есть вещи Которые Мама говорит Сыну Сыно говорит Вот видишь Крыша Крыша Это Высоко Девятый этаж Если с крыши Если с крыши Упасть Можно умереть Ты понял И мама Ему показывает Картинки Людей Которые падали С крыши Для сына Это аксиома С крыши Можно упасть И Значит Можно разбиться Насмерть Он сам Не разбивался Он Он никогда Не падал Но для него Это очевидно Для него Это очевидно Что Это вот Именно очевидно Факт Это идентично Для ста процентов Людей Это называется Хохма Божественная мудрость Это то что В Как сказать В понятии Торы То что пришло От Бога Аксиомы Просто аксиомы Не от мамы А от Бога Теперь дальше Второй уровень мышления Называется Бина Бина Это когда человек Он понимает Из вещи То есть делает выводы Причина Следственной связи Например Art Nails Club Вот я читаю Я догадался У меня есть Как бы Art Nails Club То есть Какой-то человек С таким ником Я делаю Причинно-следственную связь Если написано Art Nails Да Art это искусство Nails это ногти Клаб это клуб Что скорее всего Я так думаю Это мой вывод Что там В этом клубе Собираются люди У которых Красивые ногти Да Это неправильный вывод То есть вывод Но я могу Сделать вывод Вот такой Потому что это Искусство Ногтей Клуб То есть Наверное Это какие-то Красивые ногти А может это люди Которые делают Красивые ногти Понятно Да То есть Здесь можно сделать Много выводов Разных Это называется Бина Строить И вот Человек Он взяв Какие-то аксиомы Все остальное Он строит В своей голове И эти выводы Они настолько Могут быть Разные Нелогичные Неправильные Ошибочные Муж не вынес мусор Это значит Что ты меня не любишь Человек ошибся Один раз Это значит Что ты неудачник Все вот эти вот Это значит Это значит Раз ты сделал так Это значит то Раз это то Значит то Это называется Бина Строить Делать выводы Это вторая функция Интеллекта Третья функция Интеллекта Это удерживать Удерживать картинку В голове Это называется Даат То есть Человек воспринимает Какую-то картину мира Каждый человек Живет в своей модели мира Мы не живем В реальном мире То есть Каждый человек Живет в своей модели мира Которую он построил Из каких-то Аксиом Которые могут быть Ошибочные Да Исходные предпосылки Просто так мне объяснили В детстве И дальше человек На этих исходных Кирпичиках Он из них еще строит Какие-то свои выводы В итоге у него получается Картинка Даат И это то Что он воспринимает Тот мир В котором живет человек Это то Что он построил У себя в голове Теперь Религиозный человек Да Который верующий Он говорит Я верю То есть Я верю Что пророки Которые зашли В духовный мир И получили Оттуда информацию Пророки Они Им нет смысла Обманывать Какой им смысл Обманывать пророкам Да То есть Они от Бога Получили Они передали Теперь Теперь Значит Когда есть Аксиомы Когда есть Аксиомы Которые получены От Бога Какие выводы Делать Обычный человек Говорит Да я сам разберусь Это значит Это значит Это значит Это значит И человек себе настроил Это значит И сам живет В своем придуманном мире Человек Который Изучает Мудрость Именно изучает Мудрость Он говорит А я вот попробую изучить Как думают Самые мудрые люди Какие они делают Выводы И он увидит Друг Два мудрых человека Делают разные выводы В одной и той же ситуации Разные выводы И он такой думает Да Интересная вещь Получается Что любые выводы Это уже Человеческое произведение Понятно Да В итоге Картинка Дат То что ты получил Дат Это уже то что у тебя есть Вернусь к примеру С сыном и с матерью Мать сыну говорит Аксиома С девятого этажа Крыжи прыгать нельзя Убьешься Понял Понял Аксиома Теперь сидит сын И думает Так С девятого этажа нельзя А с восьмого Не знаю Мама не говорила Про восьмой А с седьмого Тоже не говорила Про седьмой А с шестого Тоже не говорила А с пятого А с четвертого А третьего А второго И получается Что человек должен Сделать выводы Есть аксиома Это нельзя А до первого этажа С первого Точно можно Да Понятная идея А с дерева можно Это уже выводы Теперь Что такое Что такое Дат Познание Дат Это когда он подходит Смотрит с крыши С девятого Ему понятно Ему не нужны объяснения Страшно На дерево Он залез Дат Познание Он видит Что страшно Со второго этажа Прыгнул У него есть Он уже знает У него есть познание Что нельзя Вот это разница Между хохма Это аксиомы Которые ты принял От кого-то Дат Это твои причинно-следственные связи То, что ты настроил И Вернее Бина Это Причинно-следственные связи Дат Это уже познание Понятная идея Хорошо, друзья Вот мы чуть-чуть Поизучали Прикоснулись К великой божественной мудрости Царя Соломона Шлома Мелыха Значит Уже 10.25 прошло Теперь Вот Пишут Многие спрашивают Почему я сделал прививку Да Смотрите Есть здесь Очень интересная Такая Мысль Хочу сейчас Пару минут На эту тему поговорить Чисто рассказать Свой ход мысли Чтобы было понятно Именно причина Следственной связи Значит Есть болезнь Которая называется COVID Да Болезнь Она Ну вообще Вот ее не было Не было А потом она появилась Год назад У меня в семье Сын переболел Старший сын Переболел COVID Очень легко Как бы Вообще абсолютно Прошло у него День была температура Потом он еще Девять дней Полежал дома И И все Да Так вот У меня сын переболел Из знакомых Из знакомых моих Значит Умер Один раввин Умер В сорокалетний раввин Из Ганновера Он умер У него восемь детей А он умер В сорок лет И есть еще Много людей Знакомых Которые умерли Вот прям лично Я их знал Ну немного Там два-три человека И множество Которые переболели Множество Друзей Сотрудников И так далее Вот Кто-то сейчас болеет Да Валентина болеет Которые переболели И не умерли Слава Богу Чтобы все были здоровы Теперь смотрите Что получается Человек Который переболел У него есть После болезни У него остаются Какие-то Последствия Да Ну то есть Человек переболевший И эти последствия Не изучены Что с ними дальше будет С теми Кто переболели Мы не знаем То есть Есть Значит Тот Кто переболел У него появляются Антитела В организме И какие-то Последствия Мы это знаем Теперь Те кто сделали Прививку У них Проходит Как бы Болезнь В легкой Форме И у них Тоже будут Какие-то Последствия То есть Что после Болезни Есть последствия Что после Прививки Есть последствия Теперь Прививка Это болезнь В легкой форме Ну то есть Само слово Прививка Вакцинация Это Сделать себе Болезнь В легкой форме Как я понял, что этой болезнью переболеют все Все переболеют этой болезнью, ну то есть она липучая такая и так далее Теперь, когда я это обдумал И есть, вот смотрите, есть не дай бог, есть какой-то маленький-маленький шанс умереть То есть мне уже 47 лет И я слышал, что шанс очень маленький, но он вроде бы есть Вроде бы есть Теперь дальше И я подумал для себя, что если есть возможность сделать прививку И переболеть в легкой форме, без последствий для организма То и эта прививка может спасти от того, чтобы заболеть в большой форме Так почему? Почему? Вот Дарья Нау, она откуда-то взяла какую-то такую вот идею, что прививки опасны для здоровья Болезнь, она опаснее для здоровья Я для себя так посчитал, болезнь однозначно опаснее для здоровья Есть какой-то процент людей, которые умирают Это факт Прививка, она менее опасна для здоровья Я для себя посчитал, что или ждать, пока будет болезнь, или просто привиться Я для себя, я никого не адитирую Я могу так сказать, что я вообще абсолютно никого не адитирую Если вам меньше 40 лет, если, например, я советовался с одним специалистом по лекарствам Он сказал, что единственное, на что, что действительно стоит опасаться Это последствия на, ну, на рождение детей Мне, слава богу, уже я не, не слава богу, а к сожалению, или я не знаю как Я детей не жду уже в ближайшее время Поэтому мне вот это единственное, чего стоило бояться Он говорит, если человек молодой, у него нет страха умереть И у него еще в будущем должны быть дети То ему не надо делать прививку Теперь, если человек, у него есть шанс, он близок к 50 У него есть шанс умереть И у него нет, он дальше не собирается рожать детей То тогда прививка, это намного более легкая форма болезни, чем сама болезнь Последствия от болезни, они такие же, как последствия от прививки То есть, вот сколько писали, что после болезни, последствия Я для себя решил, что я лучше, я не хочу болеть Я не люблю болеть Поэтому я сделал, так совпало просто Я узнал, что можно, быстро и так далее Особо я не думал Я не знаю, я сделал пока первую прививку Должен там в ближайшее время сделать вторую Я сделал так Никого не адитирую, это был мой ход мысли Я делюсь с вами своим ходом мысли Вот пишет Ольга Князева, что болело всего 4 дня Проявились все симптомы, потом неделю-две были последствия Бог оселил, слава Богу То есть, я тоже думаю, что если бы я заболел, я бы переболел легко И потом были бы какие-то последствия Но прививки тоже гарантии не дают И болезни не дают Но я считаю, что ничего страшного в этом нет Для себя Я никого не адитирую, не говорю Не говорю, что это надо И от болезни Я болезни больше боюсь, чем прививки Я не выбирал вакцину В Израиле всех вакцинируют Файзером В Израиле, я живу в Израиле Всех вакцинируют Файзером И в, значит, вот сейчас, как бы вчера выступил Нетаньяу Премьер-министр Израиля И сказал, что до Песоха вакцинируют весь Израиль То есть, будет 5 миллионов прививок Практически все люди, которые старше 16 лет Будут вакцинированы Все, друзья, удачи, успехов Всем хорошего, прекрасного дня Шаббат, шалом Чтобы было у всех хорошее настроение Хорошее здоровье Чтобы был сильный, мощнейший иммунитет Чтобы мы свой организм не гробили понятными вещами Как сигаретами Всякими другими вещами Которые однозначно вредные И чтобы мы двигались Изучали Тору Приближались к Всевышнему Чтобы он нас любил А мы любили его И делали добро Все, главное делать добро Удачи, успехов Ну, пускай Я же людей-то не уговариваю Люди не согласны Пожалуйста Я же никого не уговариваю Я просто рассказал свой ход мысли Мне Я посчитал, что это Что это хорошо Насчет прививка Убивает иммунитет Это очень голословное утверждение Прививки не убивают иммунитет Все дети Ну, в общем, смотрите Я не специалист в прививках Я не боялся прививки Я больше боялся заболеть Чем прививки Все Удачи, успехов Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok